И у нас тогда следующий доклад, следующий доклад это Анна Юрьевна Урманчеева, выбор аккузативной или немаркированной формы в объектной позиции в Лесном-Ненецком. Пожалуйста. Продолжение следует... Так, презентацию мою видно? Видно. А меня слышно? Да, слышно. Отлично, тогда я начинаю. Значит, это еще, в общем, не законченное исследование, потому что я относительно недавно наткнулся на эту тему, поэтому это такие промежуточные итоги того, что я успела к этому моменту накопать, потому что вообще Лесным-Ненецким я так плотно не занималась. Ну, сначала немножко про... Так, наверное, подождите, наверное, нужно сделать слайд-шоу, тогда будет больше, крупнее. Значит, Лесным-Ненецким я не так давно начала заниматься, поэтому это действительно такие предварительные, в общем, наработки. Сначала немножко вообще про сам Лесной-Ненецкий. Значит, вот здесь на карте, которую нарисовал Тапа Несалминен, предложил вот в этом своем докладе, на который здесь ссылка приведена, обозначена территория, которая освоена лесными ненцами. И здесь мы видим две границы. Одна вот красным обведена, а вторая такая чуть более обширная, черные, пунктирные такие вот точки. И красным обведена современная территория их обитания, современная территория расселения, а вот черные, вот это более обширная территория. Это, ну, еще относительно недавно, собственно, вот если говорить про этот западный кусочек, вот где Назым и Лямин, то здесь еще Лехтесава даже успевал что-то записать в начале 20 века. То есть здесь они еще относительно недавно жили, но сейчас уже здесь территория Казымских хантов. Вот, значит, если говорить о территориальных вариантах лесного ненецкого, то по всяким фонетическим заглоссам, опять же, этапа Несаумниен предлагает делить на... Вот здесь проведена вот эта лиловая линия, такое бинарное разделение, и, соответственно, справа это восточные говоры, а слева западные. И это учитывает действительно, ну, по преимуществу фонетические заглоссы, но и некоторые тоже морфологические, касающиеся, ну, даже, скорее, морфонологические, касающиеся выравнивания разных типов основ и тому подобного. Но вот если мы будем говорить о, собственно, теме моего доклада, о стратегиях маркирования прямого дополнения, то поделить нам эту территорию придется несколько по-другому, вот так, как на этом слайде. Значит, нам нужно будет отдельно рассмотреть вот этот самый крайний, извините, не восточный, конечно, Сен-Солома, а западный анклав, вот этот вот, где Назым и Лямин, потом отдельно Нонтовско-Аганский. И гипотетически я отделила Пуровский, потому что Пуровский я не успела подробно осознать, но мне кажется, что он несколько отличается, поэтому я буду осторожно говорить вот отдельно про Западный, отдельно про Нонтовско-Аганский. Аганский только сегодня, а Пуровский на будущее оставим. Значит, начнем с того говора, который упорно называют восточный, а на самом деле западный. Значит, в западном говоре Лесного-Ненецкого разрушена, свойственная всем самодейским, система ядерных падежей. То есть противопоставление номинатива, аккузатива, ну и, соответственно, генетива тоже, как третьего в этой компании, оно утрачено. И, соответственно, здесь просто прямой объект, он всегда вот в такой немаркированной форме выступает, вне зависимости от его каких-то прагматических характеристик, имя выступает в немаркированной форме. Вот здесь два примера из, собственно, текстов, которые записывал Лехтесала. Вот первый пример. Там сын старушки увидел хора. Понятно, что это он видит объект первый раз, то есть это объект неопределенный, объект в фокусе находится, и он вот имеет нулевую форму имени. Второй пример для сопоставления, вот тут сначала приведена предыдущая фраза, у этого великана в кармане была железная веревка, и сын старушки железную веревку у старика великана украл. То есть здесь уже объект определенный, он введен в тексте перед этим, он является топиком, но здесь тоже вот мы видим немаркированную форму имени. Ну и, соответственно, естественно, прошу проверить мне на слово, что так вот оно и дело обстоит, действительно там не маркируется, не появляется акузатив ни в каком случае на именных формах. Если говорить о причинах утраты падежного маркирования объекта в западном лесном Ненецком, то это, в общем, если посмотреть на современную карту, то это примерно вот этот кусочек, который выделен зеленым, и даже скорее вот эта его часть, которая сейчас на территории северно-хантыйского языка находится, то есть вот именно здесь Лехтесала записывал вот эти тексты, которые процитированы, то есть это, так сказать, крайне западная конечность территории лесного Ненецкого. И я подозреваю, что, конечно, вот эта утрата, полная утрата падежного маркирования произошла не без влияния хантыйского языка. Другой вопрос, северный хантыйский повлиял или восточный хантыйский, потому что в целом лесные ненцы, скажем, нунтовские и аганские, на них очевидно, определенно влияет именно восточный хантыйский язык. Ну вот здесь неизвестно, какие именно ханты повлияли, но, возможно, именно они, потому что в хантыйском нету акузативного маркирования имени, возможно, в лесном Ненецком, в крайне западном варианте, оно было утрачено именно поэтому. Но сейчас все-таки я перейду к другому, к нунтовскому, аганскому, там, где падежная система сохранилась. И буду я рассматривать эту проблему на материале вот этого сборника фольклорного сказки Татвен, недавно вышедшей, ну, относительно недавно, в 16-м году. Это как раз вот тексты, записанные вот на Агане и в районе Нумтов. Значит, в Мунтовско-Аганском говоре, ну, собственно, как и в Пуровском, ну, просто я про Пуровский я не буду дальше говорить, сохраняется противопоставление акузатива и номинатипа. Ну, детали образования, собственно, конкретных морфологических форм нам сейчас не важны, ни в посессивном, ни в посессивном склонении. В принципе, для Тундрового Ненецкого это описано, для Лесного Ненецкого это, так сказать, грубо очень говоря, это устроено примерно так же. Там в некоторых деталях образование форм отличается, но, в общем, прототип тот же самый. Ну, просто я отмечу, что дальше в примерах я буду рассматривать только те формы, которые точно не могут быть потенциально амонимичными формами номинатива и акузатива. То есть там каждый раз определяется однозначно, какая именно морфологическая форма употреблена. Значит, немножко отойду в сторону и поговорю про самодейскую перспективу. Значит, если мы будем говорить про дифференцированное маркирование объекта в самодейских языках, то есть про возможность маркировать прямой объект как номинативом, так и акузативом, то есть выбор двух разных катежей для прямого объекта. То у нас получается такая картинка, значит, ну вот я взяла старую карту, еще из долгих, и получается у нас такая картинка, что значит, вот то, что выше этой красной демаркационной линии, то есть это тундровый, ненецкий, оба энецких, инганасанский, здесь у нас обязательно употребляется акузатив. А вот то, что здесь, это лесной, ненецкий, это селькубский и камасинский, собственно, ради этого я и взяла карту, потому что камасинский на другой карте сходу не находится. Здесь у нас представлена такая система, что имя может быть либо маркированным, либо немаркированным в позиции прямого объекта, то есть либо получать показатели акузативы, либо употребляться без него. Если мы посмотрим на эту проблему вот не географически, как здесь, а, так сказать, генетически, то окажется, что все северно-самодейские языки, как раз кроме лесного, ненецкого, они обязательно используют обязательное акузативное маркирование объекта. А вот селькубский и камасинский, у них дифференцированные маркированные объекты, и в лесном, ненецком тоже дифференцированные. Помимо падежного, в самодейских языках есть еще один механизм маркирования, дифференцированного маркирования глагольного объекта. Это так называемые глагольные споряжения, субъектное и субъектно-объектное. Во всех северно-самодейских языках есть система двух глагольных споряжений, использование которых при переходных глаголах как раз непосредственно связано с дифференцированным маркированием, с тем, что нас интересует. То есть формы того споряжения, которое называется объектным традиционным или субъектно-объектным, они используются в том случае, если объект при глаголе является топикальным. В терминах Ирины Николаевой он является вторичным топиком, и эта система, она без сомнения была общей с мадийской, то есть морфологические реликты этих споряжений, они хорошо видны во всех языках, но, скажем, в селькубском, в северном, там просто автоматически любой переходный глагол принимает флексия объектного споряжения, поэтому там утратилась прагматическая мотивировка. Но вот в северно-самодейских языках это все совершенно прекрасно, четко работает, и точно так же это работает и в лесном ненецком, во всех его вариантах, которые я рассматривал. То есть вот если мы посмотрим, например, вот на эти два примера, которые я уже приводила про сына старушки, вот в первом случае он увидел хора, хор не является топиком, не является фокусом, и мы видим на глаголе, вот здесь форма глагол «увидеть» в форме субъектного споряжения. А во втором примере, где сын старушки железную веревку старика великана украл, эта железная веревка упомянута в предыдущем предложении, она уже топикальная, и здесь употребляется глагол «в объектном споряжении», вот глагол «украсть», у него показатель «та» – это флексия объектного споряжения третьего лица и тесного числа. И теперь посмотрим, что, собственно, нам известно про маркирование объекта в лесном ненецком. Известно нам немного, вот есть такие в грамматике Кашкаревые утверждения. Первое, что в форме именительного падежа может стоять прямое дополнение, для которого каноническим способом кодирования является форма именительного падежа. Выбор способа выражения позиции прямого дополнения обусловлен актуальным членением высказывания. Если прямое дополнение является темой или входит в состав темы, то оно стоит в форме именительного падежа. И дальше в другом месте, извините, если на расстранстве не поправила, в ненецком языке варьирование формы выражения прямого объекта именительным-венительным падежом связано с выражением неопределенности, определенности объекта. Ну, на самом деле, как мы понимаем, актуальное членение, топик, фокус и неопределенность. Определенность – это немножко две разные вещи, они часто скоррелированы, но не всегда совпадают. Но, тем не менее, понятно, что стоит проверить эти две гипотезы, тем более, что типологически это как раз тоже довольно частотное обоснование для стратегии дифференцированного маркирования, что это либо определенность-неопределенность объекта влияет на выбор формы имени, либо действительно то, является ли объект топиком и фокусом. Ну, вот сейчас проверим первую гипотезу – топик, фокус. Значит, с топикальностью объекта, как уже говорилось, связано противопоставление двух типов глагольного споряжения. Ну, и действительно, бывают случаи, когда это как бы совпадает. То есть вот здесь у нас в примере 1 акузативная форма имени сочетается с формой объектного споряжения глагола, то есть как бы объект топикальный и имеет показатель акузатива на себе. То есть тетку свою он к тому времени уже выгнал, а про эту тетку речь шла. Во втором примере немаркированная форма имени сочетается с формой субъектного споряжения глагола. То есть вот здесь объект новый – это фокус, и он немаркирован, и мы видим субъектное споряжение на глаголе. Но на самом деле такая корреляция наблюдается далеко не всегда. То есть употребление и неупотребление акузативных форм не дублируют употребление субъектного и объектного споряжения. Вот, например, в примере 3 мы видим, что здесь у нас субъектное споряжение, то есть вот, ой, вон того не убить, по-моему, поняли, на грудь он то ли железо прицепил, то ли кость прицепил. То есть здесь объект, новый объект является фокусом, а не топиком, и глаголы сакономерно имеют форму субъектного споряжения, но акузативная форма прекрасно употребляется. Или, наоборот, вот следующий пример. Ну, она потом постель для них, постель их двоих. Одну постель она не постелила. То есть здесь мы видим вот объектное споряжение, потому что как бы здесь структура такая, что касается постели для них двоих, постель одну она не постелила. То есть здесь уже вот у нас объектное споряжение, но при этом нулевая форма имеют. И употребление акузатива явно не связано с противопоставлением топика и фокуса. Вот мы посмотрим, если опять еще раз на эти три примера. Мы видим, что в первом примере акузативом оформлен топикальный объект, тетку свою к тому времени уже выгнал. А в примерах 3 и 5, третье мы уже обсуждали, это вот привязанное на грудь железо и кость. Пятый пример. Чего ты ждешь? Ты любого всякого хора будешь осматривать. Тут объект фокусный, но он маркирован акузативно. И с определенностью и неопределенностью вторая гипотеза тоже совершенно очевидно не связана это противопоставление, потому что вот у нас два примера. Здесь объект в обоих случаях, прямое дополнение в обоих случаях это личное имя, при этом личное имя оформленное притяжательным показателем, то есть это оба фактора, естественно, однозначно свидетельствуют об определенности имной группы. И в первом случае мы видим в примере 6 есть акузативный показатель, вот своего ЕСКИ мямета они оживили, а в седьмом примере нет. Впредь своего кутиши ЕСКИ вы будете считать силачом. Здесь немаркированная форма имени. И тогда, соответственно, я перехожу к своей гипотезе. Я считаю, что из двух форм, акузативной и нулевой, маркированной является нулевая форма. То есть акузативным прямой объект маркируется по умолчанию, а неоформленное имя в объектной позиции появляется в специальных условиях. И употребление неоформленного имени, по-моему, действительно связано с понятием топика и фокуса, но особым образом. А именно нулевая форма имени употребляется при введении в повествование объекта, то есть при первом упоминании его, такого объекта, который имеет высокие шансы в дальнейшем тексте приобрести статус вторичного топика. То есть он объект значимый. И при первом упоминании он маркируется специально. То есть как бы нулевая форма маркирует будущий вторичный топик. Это как бы такое предупреждение, что, имея в виду, сейчас упоминается такая важная вещь. Ну вот, приведу некоторые примеры. Сначала я приведу примеры аккузативной формы при первом упоминании имени, потом нулевой формы. Ну вот, аккузатив, который не употребляется свободно при первом упоминании объекта, но этот объект потом вторичным топиком не будет. Вот начало текста. Восемь ески. На самом деле их восемь, считая отцов. То есть четыре отца, четыре сына. И дальше про отцов ничего, собственно, говорится не будет. Вот здесь они в аккузативе. Вот про встреченного путника. Он взрослый, старше его оказался, пять важенок запрягает. Это тоже эти важенки никак дальше фигурировать не будут. Это просто вот такая характеристика появившегося человека. Здесь эти хапторки тоже в аккузативе. Вот. Описание тоже противников, которые едут искать своих врагов. Они просто прокладывали дорогу. Дома все еще далеко, пока не воюют. Это только начало. Может быть, найдут след Аргиша. С этой целью они ведь едут. Вот этот Мюшимам след Аргиша здесь тоже в аккузативе. Он дальше, собственно, не упоминается. Просто вот рассказывается, зачем они едут. Или вот еще несколько примеров. Вот этот эндитский богатырь семь эндитских богов позвал на глазах, поэтому эндцы стали сильными. Здесь вот эти боги и шайтаны, они в аккузативе. Про них дальше тоже речи не будет. Ну и вот эту фразу, которую мы тоже уже обсуждали, про кость или железо, привязанные на грудь, тоже про них речи дальше не будет. То есть, когда объект упоминается в тексте первый, ну и, возможно, единственный раз, и дальше он не важен нам для дальнейшего повествования, здесь он спокойно маркируется аккузативом. А вот в тех случаях, когда вводится какой-то объект, который в дальнейшем повествовании, в общем, как-то будет фигурировать, он маркируется нулевым иным. Сейчас, прошу, прощай. Простите. Вот, смотрите, здесь у нас такой довольно обширный отрывок текста. Я сейчас белобойких запряг, железную нарту развязал, полностью одну нарту развязал, достал такой складной, железный хорей, потом с этого места тронулся. Вот те слова, которые подчеркнуты в переводе, это нулевые формы имени. А дальше рассказывается, что он, в принципе, ну, стандартно, так сказать, загрузился в дорогу, то есть взял с собой там запасную хорошую одежду, мерзлый жир, то есть, ну, обычные продукты, ничего такого, то есть просто вот человек поехал в дорогу не с пустыми руками, а взял с собой то, что обычно берут. И, а вот нарты и хорей, они дальше, как бы, вот это важные вещи, особенно хорей, он там дальше в тексте много раз упоминается, и вот он здесь вводится, при помощи нулевой формы. А вот все эти одежды и жир, которые потом, в общем, никак фигурировать не будут, и просто, ну, так сказать, дополняют картину сборов, они в аккузативе. Вот еще примеры. Значит, на половину хорей, я потом дальше, говорящий себя исправляет, свой хорей сломал, наконечник вниз воткнул, сверху на половину хорей повесил убитого противника. И вот здесь этот хорей будет, естественно, дальше будет он фигурировать, он важный. Вот хорей сломал, наконечник воткнул. И хорей, и наконечник, пальто хорей, налет, и наконечник, они в нулевой форме, не аккузативные. Вот дальше он, следующий пример. Однажды видит бегущего человека в переведи, увидел он этого бегущего, еще быстрее погнал своих оленей, ну, чтобы догнать его, он оказывается потом его товарищем, который убегает от преследования врагов. И вот здесь этот бегущий, он в немаркированной форме. Значит, вот еще несколько интересных примеров. Значит, они договариваются между собой, будем через нарты прыгать, соревнуются, кто из мужчин самый ловкий, самый сильный, и говорят, будем через нарты прыгать. 70 груженных нарт рядом поставили. Ну, как бы эти нарты уже, с одной стороны, они как бы определенные, поэтому здесь объектное испоряжение употребляется, но вот аккузатив не употребляется, потому что, в общем, они как бы не в диалоге, когда они договариваются, сейчас будем прыгать, а вот в самом тексте, в описании, в нарративе, эти нарты появляются впервые, и дальше будет рассказано подробно, как их поставили, как через них прыгают. И вот здесь, при первом введении, таком именно в нарративе, мы видим нулевую форму. Вот еще интересный пример. Значит, сначала герой поет, я натянул свой лук, я выхватил свой лук с этой горы, похожей на сердце, а потом как бы рассказчик комментирует это со стороны и говорит, и лук у него, оказывается, откуда-то появился, из-под одежды, сзади, из-за спины лук выхватил. То есть, поскольку этот лук уже, в общем, в сущности обсуждался, вот сначала лук, его откуда-то появился, из-за спины лук вытащен. Здесь уже тоже объектное испоряжение, но лук еще, поскольку он только-только вводится здесь, в этом фрагменте, он все равно еще пока неаккузативный. Вот дальше. Здесь тоже понятно, что оба как бы объекта определенные. Он убил того, с которым возился, а теперь принялся за того, с кем дрался его товарищ. То есть, естественно, эти оба, с кем дрался товарищ, тот, кого он убил, они уже в предтексте упоминались. Здесь происходит смена топика. Мы переходим к новому топику, то есть, одного уже топика прикончили, сейчас введем новый. И здесь одно и то же предчастие, в первом случае оно с акузативом, во втором случае это нулевая форма. Ну и теперь, извините, затянуло. Вот краткое сопоставление падежей и испоряжения, как это работают, два механизма. Значит, что касается введения вторичного топика, объектное испоряжение, оно маркирует текущий вторичный топик, то есть тот, который уже введен, она поддерживает к нему референцию. Субъектное испоряжение вообще тут плохо работает, потому что оно может вводить как будущий вторичный топик, так и, ну, вообще однократное первое упоминание любого объекта, важного, неважного, как хорей или как вот этот жир, который он просто взял с собой, там все равно будет субъектное испоряжение. Нулевая форма имени, она четко маркирует именно вот такие важные для повествования референты, которые имеют высокий шанс стать будущим вторичным топиком. Обозначение референтов в повествовании как должно быть? При объектном испоряжении это все-таки как бы довольно сильное ограничение. То есть объектное испоряжение, естественно, может маркировать только те объекты, которые вот, ну, то есть те референты, которые выражены именем в объектной позиции при глаголе. То есть это как бы поддержание отсылки к предупомянутому имени, когда это имя вот появляется в объектной позиции. То есть это такой синтаксический механизм по сути. А вот нулевая форма имени, она как бы просто фокусирует внимание на определенном референте, а дальше уже, как он упоминается, в тексте это совершенно неважно. Он может быть в объектной позиции, он может не упоминаться, может упоминаться в любой другой синтаксической позиции. Просто мы должны понимать, что важно, что вот этот объект появился, так сказать, на сцене, и дальнейшее повествование без него развиваться не будет. То есть он, вот этот Харей, допустим, появился, и потом этим Хареем он там противника убил, потом он Харей этот разломал, половину воткнул, но наконечник его повесил врага, и уже там даже не очень важно, как, знаете, этот Харей в позиции прямого дополнения, косвенного дополнения, или там вообще как определение к другому имени наконечник Харея. Важно вот при первом введении, что обрати внимание, что этот вот наш персонаж с собой Харею захватил. Вот извините, я все время, кажется, заняла на доклад. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. У нас есть три минуты на вопросы. Пожалуйста, вопросы. Да, Марина. Пожалуйста. Да, да, да. Теперь у меня короткий комментарий, только в первой части гипотезы Ани, что такую же позицию занимал Александр Павлович Володин, когда мы с ним говорили о маркировании объекта в самодельских, ну, так сказать, тундровом ненецком языке, то он вот такую же гипотезу и предлагал, что отсутствие маркировки это именно та самая является маркировкой. У него по этому поводу даже есть работа, но я ее пока сейчас сразу не нашла, но потом найду. Она как-то то ли о прямом объекте, то ли объектное выражение объекта, вот, все, спасибо. Хорошо, спасибо, с удовольствием прочитаю. Пожалуйста, еще вопросы? Да, Андрей, пожалуйста. Огромное спасибо за доклад, мне очень нравится твоя гипотеза, я хотел кратко прокомментировать, что, как мне кажется, на самом деле при этом считать, что нулевая форма маркированная как раз не нужно. По-моему, все получится только стройнее, если рассуждать так, что, ну, рассказчик же знает, что это будущий вторичный топик, он у него уже актуализован, вот он и выбирает для него менее маркированную форму, по-моему, если зайти с этой стороны ровно к тем же данным, все будет еще более убедиться, но еще более стройно. Спасибо. Да, но потом же есть же как бы и настоящие топики, которые тоже вполне определенные уже в повествовании, они же нулевой формы не маркируются. он же потом будет еще более определенные, то есть, допустим, он взял хорей неопределенный, потом будет он этот хорей сломал, он этот хорей вотнул, там дальше может быть вполне акузатив, хотя, как сказать, топикальность и определенность только повышается. Как раз при следующем упоминании появление акузатива более вероятно. может быть там как раз фактор опять-таки определенности окаживается сильнее в принципе топикальность и определенность строго говоря разные вещи. Ну, надо подумать еще. Ну, в общем, мне кажется, что вот зайти с этой стороны очень даже имеет смысл, что наоборот это что-то такое уже настолько наоборот известно в дискурсе, что его маркировать как раз не надо. это как раз очень естественная ситуация. Хорошо, спасибо. Я подумаю. Так, ну, значит, у нас время на вопросы кончилось. Спасибо за доклад. субтитры сделал DimaTorzok